Всем привет! Здесь я хочу представить несколько способов автоматизации запуска какой-либо программы или нескольких, когда компьютер находится в режиме ожидания, а преимущественно при заблокированной учетной записи. На примере данного майнера добывающего Монеро и запускаемого в один клик, а также ЧИА для старта которого требуется выполнить несколько действий. Все настройки я рассмотрю на 64-битный Windows 10. Перейдем к первому способу, где воспользуемся планировщиком заданий. Запустить его можно, например, нажав на клавишу Пуск и далее, введя частично имя, появляется соответствующее приложение. Либо на рабочем столе, вызвав окно выполнить сочетанием клавиш Windows Plus R, прописываем представленную команду и нажимаем Enter. В открывшемся окне перехожу в библиотеку планировщика. Тут в правой части меню действия кликаю Создать задачу. Затем ввожу имя таковой. Вы можете указать любое удобное для вас. Чуть ниже активирую функцию Выполнить с наивысшими правами. Переходим на вкладку Триггеры и нажимаем на кнопку Создать. Из выпадающего меню выбираю Запуск задачи при блокировании рабочей станции, так как мне так удобней. В зависимости от необходимости можно указать один из приведенных вариантов. Нажимаю ОК и перехожу на вкладку Действия. Здесь снова кликаю Создать и в данном поле нужно указать путь к программе, которую следует запустить. Такой адрес можно взять, например, в свойствах ярлыка софтинки, располагающейся на рабочем столе или нажав Обзор перейти к ее расположению. Дополнительно рекомендую указать путь к рабочей папке. Хочу заметить, что на данной вкладке можно установить запуск нескольких программ или действий. Сохранив настройки, далее в условиях диктивирую указанные параметры по питанию. Преимущественно, они актуальны для ноутбука. На последней вкладке Параметры ставлю галочку напротив поля Немедленно запускать задачу. Сделав необходимые настройки, протестируем путем нажатия Выполнить. Как видим, программа запустилась. Дополнительно, в настройках операционной системы, перейдя в Пуск, затем Параметры, далее Персонализация, в разделе Экрана блокировки открываем Параметры заставки. Тут нужно поставить галочку напротив данного поля, а также указать необходимое время перехода в данный режим. Нажимаю ОК и закрываю все окна. Для окончательной проверки можно подождать установленное раннее время или нажать сочетание клавиш Windows Plus L. После запуска экрана входа в систему, возвращаюсь обратно на рабочий стол. В результате, майнер автоматически запустился и продолжает работать. Но, как вы понимаете, такой вариант не подойдет для запуска ряда программ. Например, как Чея, где дополнительно нужно выполнить еще несколько действий. В таком случае, потребуется написать скрипт в виде BAT файла или другом формате. Для такой задачи я воспользовался AutoEat, создав простенький скрипт, который при старте прежде проверяет не работает ли уже данная программа. Если да, то повторный запуск не выполняется. Затем данный код я скомпилировал в .exe файл. В некоторых случаях, перейдя в его свойства на вкладке безопасность, стоит проверить, имеются ли все разрешения для указанных пользователей или групп. После этого, как было представлено ранее, запускаем планировщик заданий и создаем или открываем уже имеющуюся задачу. А в пункте действия указываем путь к исполняемому файлу. Также не забываем указать рабочую папку. После этого проверим, как все реализуется. Чтобы не ждать, когда компьютер перейдет автоматически на экран входа в систему, нажимаю сочетание клавиш Windows Plus L. Затем, войдя обратно и не совершая каких-либо действий мыши, скрипт сам эмулирует движение через заданный промежуток времени и запускает программу. По аналогии, я также написал набор команд для запуска майнера Monero с помощью AutoEat и установил его в планировщик. На примере его работы я хочу показать, что независимо от того, как часто будет выполняться выход из учетной записи, новая версия программы не будет стартовать, а при этом работающая не перезапустится. На этом у меня все. Желаю всем удачи и спасибо за внимание.